Лариса Долина, народная артистка Российской Федерации, эстрадная певица и заведующая и профессор кафедры эстрадно-джазового вокала. Звезда сегодняшнего выпуска похудела в 65 лет на 20 килограмм за год и в итоге сменила размер одежды с 52 на 46. Сегодня мы разберемся, как же худела Лариса Долина, можем ли мы следовать ее советам и навредит ли это здоровье. Если вам нравятся наши разборы похудения звезд, то нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Нам будет приятно, а вы сможете получать каждую пятницу интересные видео с полезной информацией. Для начала по классике до-после. До-после-до-после-до-после-до-после. Честно, фанаты говорят, что Лариса Долина никогда такой худой не была, даже в свои лучшие годы. Вообще, мне не очень комфортно называть ее Ларису Долина. Давайте буду называть ее Лариса Александровна, потому что я, если честно, ее немного боюсь. Десятилетиями Лариса Александровна сидела на своей знаменитой кефирной диете. Ну, думаю, суть объяснять не надо. Просто ешь только кефир или пьешь. Кефир пьют или едят? Напишите в комментариях. Но было видно, что кефирная диета не работает, потому что Лариса Александровна то быстро сбрасывала вес, то набирала его обратно. И я сейчас сразу всем говорю, что вот кефирная диета это вообще худший вариант, который вы можете для себя выбрать. Потому что, во-первых, один продукт никогда не закроет вам потребности во всех витаминах и минералах. Поэтому мы идем с вами в дефициты. А дефициты провоцируют разные заболевания. Плюс кефир это кислая среда, поэтому если мы постоянно его потребляем, то раздражение кишечника, различные заболевания ЖКТ, нарушения всасывания нам обеспечены. Да, Лариса Александровна сбрасывала килограммы на этой диете. Но вот давайте представим, что чувствует организм при таком питании. Его жестко ограничили в калориях, не дают веществ для нормального метаболизма и работы в целом. Организм принимает диету как жесточайший стресс. Как только мы вернемся к обычному питанию, он начнет запасать вообще все подряд, потому что непонятно. А вдруг сейчас еще раз такая же голодовка будет? Надо вернуть все, что мы потеряли, еще и сверху прибавить. Поэтому после кефирной диеты вы будете прибавлять в весе, а скорее всего еще и больше наберете. Но последнее преображение Ларисы Долиной как раз таки было не с помощью кефирной диеты, а той, которую мы с вами сейчас будем разбирать. Итак, Лариса Александровна последнее свое величайшее преображение совершила при помощи интервального голодания. Есть классический вариант, это 16 на 8. 8 часов вы едите, 16 часов вы голодаете. Интервальное голодание в целом одобрено наукой и врачами. Есть реальные исследования, которые показывают, что, например, мышки, которые были вот в таком типе питания, лучше себя чувствовали. У них меньше развивались различные заболевания и организм был более молодым. Лариса Долина же выбрала более жесткий вариант интервального голодания. У нее голодание 18 на 6. 6 часов она ест и 18 часов она голодает. Главное правило диеты это двухразовое питание, причем до 3 часов дня. То есть 2 раза до 3 часов она ест, а дальше 18 часов она голодает. Не будем томить вас ожиданием, что я, генетик, информатик, человек науки, об этом думаю. На самом деле это не самый лучший способ, чтобы похудеть. Да, вес будет уходить, тут вопросов нет, потому что, опять же, в жестком стрессе и в очень сильных ограничениях. Но здесь очень высокая вероятность сорваться. Ну, прикиньте, 18 часов ничего не есть. Как даже сама Долина говорит, 20 дней ей было очень тяжело. А Долина, между прочим, использовала аффирмацию, вот как она звучит. Я железо, я сталь, я металл, меня не сдвинут с места. Если я задумала что-то, меня ничто не может подвигнуть, сделать наоборот. И даже эта аффирмация не помогла ей как-то легко привыкнуть к такому образу жизни. Все равно 20 дней ее сильно ломало. После этого, как она говорит, у нее выработалась привычка. Если вы выбираете для себя такой путь похудения, то будьте готовы, что вы будете постоянно находиться в чувстве голода. Вы будете постоянно хотеть что-то съесть, будете часто срываться, скорее всего. За это будете себя корить, будете расстраиваться. Из этого еще больше будете хотеть есть. Это замкнутый круг. При этом есть же варианты диет, где вы без постоянного чувства голода ходите. То есть вы сытые. Мы, например, под НК-тестом именно так и выстраиваем диеты, чтобы человек постоянно был сытым. Либо добавляем ему там продукты, которые помогут ему продлиться ссытости. Либо смотрим, как ему распределить так рацион, чтобы вот он в течение дня постоянно мог что-то еще подкидывать в топку нашего организма. Не обязательно себя так сильно ограничивать, чтобы добиться классного результата. Если вам в это до сих пор не верится, то посмотрите вот это видео про Иду Галич. Там мы рассказали про диету, к помощи которой ходила Ида. И там реально вот нет жестких ограничений. Там все адекватно. Пока это лучшая диета из всех, что мы рассматривали. Но при этом это еще не все. То есть не только мы питаемся два раза в день до трех часов. Еще у нас ограничения по продуктам. Значит, Ларисе Александровне полностью запретили есть фрукты, ягоды, яйца, хлебополочные изделия, молочные кисломолочные продукты, морковь, лук и брокколи. Лариса Александровна пошла к специалисту, и он дал ей вот этот список, что вот это есть нельзя. При этом, когда Ларису Александровну спросили, а почему нельзя, она сказала, не знаю, просто дали список без расшифровки. Мне кажется, что вот этого специалиста нужно прям везде напечатать и сказать, что к нему ходить нельзя. Что значит без расшифровки? Врач должен вам объяснить, почему вам это можно, почему это нельзя, как это влияет на организм, как придерживаться правил, которых вы не понимаете. Лариса Александровна получила этот список, ничего не поняла, и поэтому ей дали еще один список с разрешенными продуктами, а там у нас числятся все виды мяса, кроме говядины и телятины. Окей, если бы ей запретили все красное мясо, и еще запретили жирные сорта мяса, типа свинины, баранины, хорошо. А здесь можно все, кроме говядины и телятины. Телятина вообще при чем? Также ей можно есть птицу, все виды рыбы, овощи и даже белое вино. Мне нравится слово даже. Вот на этом списке даже белое вино, ну, меня вообще не успокоило бы. При этом овощи ей можно, но нельзя морковь, лук и брокколи. Брокколи где провинилась? В общем, вот к этим спискам у меня прям много вопросов. Я искренне не понимаю, как они составлялись. Да, здесь есть какие-то, ну, самые типичные советы, типа не есть хлебобулочные и меньше фруктов. Но вот что с мясом? В итоге я лично никому не советую придерживаться такой жесткой, я бы даже сказала жестокой, граничащей с насилием диеты. Ну, потому что можно добиться таких же результатов, как и Лариса Александровна, более мягкими методами. На этом с диетой Ларисы Александровны мы закончили. В следующем видео мы разберем диету Лолиты. Там тоже много чего интересного. И там все есть реальные советы, которые можно взять себе на заметку. Всем спасибо и всем до встречи в следующую пятницу.